В эфире программа «Время истины» из студии Марьяна Баштовая и Андрей Мазиков. Здравствуйте! Основные темы выпуска. Вынужденным переселенцам из Украины оказывают помощь в Русской Православной Церкви. Продолжается масштабная реставрация Ростовского Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Выставка художника и скульптора Михаила Шемякина открылась в Донской столице. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий с архипастерским визитом посетил Матвеева Курганское благочиние. Владыка митрополита знакомился с деятельностью 12 приходов, побеседовал с отцами-настоятелями и прихожанами храмов. Подробности в нашем сюжете. Красота бескрайних засеянных полей, красота православных храмов, метафора сельского труда и молитвы. Все это юго-западная окраина Дона. В ходе своего визита в Матвеево Курганское благочиние митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил более 10 храмов. Среди них старинные, некоторым насчитывается около 200 лет, а также совсем новые, строящиеся. Вот храм в селе Рясное, первая остановка на пути. Здесь Владыка Меркурий пообщался с настоятелем и прихожанами растущего храма, святых мучеников Гурия, Самона и Авива. А это здание бывшего бассейна в соседнем селе Ряжино. В настоящий момент объект передан Матвееву Курганскому благочинью. Комментарии о перспективах строительства. Места воссоздания временной закономерности. Владыка Меркурий осмотрел часовню Георгия Победоносца, возведенную на историческом месте разрушенного Георгиевского храма. А в поселке Матвеев Курган в настоящее время производятся работы по реконструкции Святоникольского молитвенного дома. Цель – придать ему вид типового храма. Однако приход уже сейчас живет полноценной жизнью. Общины новые и старые. Так, в селе Большая Кирсановка православная община организовалась относительно недавно, в 1991 году. Церковь построили в 1995 году. В настоящее время в новом Троицком храме регулярно совершаются богослужения. Одна из старейших церквей находится в селе Александровка и связана с именем легендарного атамана Алексея Иловайского, которому в 1777 году Екатерина II передала эти земли. Храм был построен вдовой атамана в начале XIX века и освящен во имя Алексея, Человека Божия. И недавняя история – храм Святого Блаженного Павла Таганрогского в поселке Матвеев-Курган. Его называют памятником победы на Меусфронте в годы Великой Отечественной войны. Во всем идея общего дела. Как и в первоначальном облике храма Рождества Пресвятой Богородицы, который был освящен в пасхальную ночь сто лет назад, за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. А после революции богослужение возобновилось в годы Великой Отечественной войны. Эти храмы – плод совместных усилий крестьян, землевладельцев и духовенства Старой России. Так, в начале 20 века была построена каменная церковь Святой Живоначальной Троицы. На ее территории для жителей села действовала церковно-приходская школа. Храм в честь покрова Пресвятой Богородицы в селе Анастасиевка после революции был и сельским клубом, и спортивным залом. Сейчас ведутся работы по реставрации комплекса и проводятся богослужения. Завершился осмотр в селе Греко-Тимофиевка. Здешний Никольский храм был построен в 1880 году в Древнемосковском духе. И, увы, во второй половине 20 века здесь было зернохранилище. Богослужение возобновилось в 90-е годы. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция. Широ-деревянная, мы все сняли, сейчас это шпакулируем и покрасим. По словам ладыки Меркурия, несмотря на отдаленность, Матвеево-Курганский район является перспективным. Глава Донской митрополии поблагодарил благочинного приходов Матвеево-Курганского округа Ирия Игоря Миляева за огромный труд в строительстве новых и возрождении старых храмов. Служение сельского священника предполагает наиболее тесное взаимодействие с прихожанами. Поэтому лейтмотивом поездки стали слова митрополита Меркурия о единстве настоятеля и его пастве в деле развития не только своего прихода, но и всего села, как это было во времена дореволюционной России. Глава Донской митрополии посетил Матвеево-Курганский пункт временного размещения беженцев из Украины, расположенный в непосредственной близости российско-украинской границы. В палаточном лагере владыку митрополита встретил начальник пункта временного размещения полковник Алексей Кириченко. Митрополит Меркурий побеседовал с вынужденными переселенцами, выразил слова сочувствия и утешения. Разные были времена, еще более сложные, чем сейчас. Людей вообще все отнимали, мало того, еще в работу в Горьковой танцевали и диваны, расстреливали, а люди не теряли чувство присутствия Бога в сердце и уповали на милость Божию и старались делать все, что необходимо для того, чтобы это внутреннее чувство поддержать. Я хотел бы, чтобы это чувство внутренней веры, великая вера, чтобы Господь нас пока до не оставит, и мы пройдем. Это оно у вас присутствует. Глава Донской митрополии осмотрел походный храм, оборудованный в одной из палаток клириками Матвеева Курганского благочиня. Беженцы из Украины могут регулярно участвовать в богослужениях. Матвеево-Курганский лагерь МЧС рассчитан, как и три и другие пункта временного размещения в Ростовской области, на 500 человек. Заполняемость его всегда разная. Беженцы пребывают постоянно. И в продолжении темы. На сегодняшний день развернуто 245 пунктов временного размещения, в которых находится более 17 тысяч человек, в том числе около 7 тысяч детей. Дополнительно развернуто 7 обильных пунктов временного размещения, вместимостью 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Александр Дробышевский. Вынужденные переселенцы получают помощь епархии Русской Православной Церкви от Ростова до Хабаровска. Часть беженцев, жители России, берут к себе домой. В одном из храмов Донской митрополии, где нашли приют временные переселенцы, побывала наша съемочная группа. Церковный сад, летние цветы, такая желанная атмосфера уюта и тишины. А в памяти этих людей выстрелы и взрывы в родной Луганской области. Уже более двух недель 14 человек из Украины прибывают на территории Свято-Троицкого прихода Батайска. Вынужденные переселенцы опасаются за свою жизнь, поэтому просят не называть их имена и не показывать лица. Страх и угроза жизни. Ведь они надеются вернуться на родину, в свои дома. Глава семьи вспоминает, как все начиналось. Сначала к нашему населенному пункту стали со всех сторон стягиваться тяжелая бронетехника. Танки, БП, разведка, в общем, ополченцев работала и нам об этом сообщила. Ну, слава Богу, Бог, наверное, правил так, что мы поняли, что нужно приготовить вещи заранее. Мы собрали вещи, приготовили документацию всю, документы наши, подтверждения личности. И ждали моментов, думали, может менется, может не менется. А потом в какой-то момент, ну, началась стрельба из артиллерии тяжелых, орудий, вот, сдалека утром. Вот. И как только залетел снаряд на территорию нашего города, подалеку от храма, и батюшка говорит, пока есть коридор, который нас дружит с этим приходом, вот, говорит, наверное, надо собираться. И мы вот решились. Жена сначала не хотела, говорит, я без тебя никуда не оставлю. Можно понять 27-летнюю девушку, которая опасалась расставаться с мужем и уезжать из родного города. Ведь у нее двое детей, дочь и сын, трех и шести лет. Кроме того, она в положении. На девятом месяце. Уже вот вот с дня на день ждем появления малыша третьего. А ты когда-нибудь был в России? Нет, никогда не был в России. Сейчас только в первый раз в России. Тут тоже добрые люди кормят нас, подарки дарят. И любят нас, уважают. Вынужденные переселенцы благодарят настоятеля прихода, отца Сергия Наливайка. Его предки были из Полтавщины. У батюшки очень много друзей на Украине. Если мы дружили в лучшие времена, то сейчас вдруг познаются бедеи. Наверное, в этот момент, конечно, оказываем помощь и кровь, и питание, и уют. То, что необходимо сейчас тем людям, которые в шоком состоянии, выехали из зоны боевых действий. Надежда на родине была регентом. Пела в храме. Сейчас у нее есть возможность продолжать нести клиросное послушание. Уже в России. При храме я занимаюсь своим любимым делом. Поэтому я жду эти выходные, чтобы уже быстрее на службу, чтобы как-то себя занять и отвлечь. Потому что все время об этом думать уже просто физически, или как, уже переживаешь. Тяжелую. Многих из тех, кто приехал на территорию прихода, уже забрали в свои семьи батайчане и жители Ростовской области. Люди живут надеждой, что война закончится, и они вернутся домой. В минувшее воскресенье церковь совершала празднование в честь иконы Божьей Матери Владимирская. По преданию, святой евангелист, врач и художник Лука написал три иконы Богородицы. Посмотрев на них, Пречистая сказала, благодать родившегося от меня и моя добудется святыми иконами. Одна из этих икон известна нам под именем Владимирская. Владимирскую икону Пречистая Дева и Русская Православная Церковь связывает со спасением Отечества от врагов. В воскресный день в православных храмах России молитвенно вспоминали этот любимый образ. По преданию, написанная на датске стола, за которым трапезничало святое семейство, праведный Иосиф, Пресвятая Дева Мария и Иисус Христос, Владимирской названа по имени города. Князь Андрей Боголюбский, совершая военный поход с образом Пречистой, неожиданно остановился в городе Владимире. Здесь он построил Успенский собор, куда и была перенесена икона. В Ростове-на-Дону в скором времени будет построен величественный храм, посвященный этой иконе. Но уже сейчас на этом месте молятся прихожане, совершаются богослужения. И в день памяти Владимирской иконы был совершен молебен перед этим образом. Была большая работа проведена, потому что здесь на месте этого временного храма находились разрушенные строения, тут и мусор было, в общем, свалка. Все это было расчищено, территория огорожена, зависим чернозем. И с каждым разом, каждый раз приходится больше и больше людей на молитву. Вот мы служим два раза в неделю молебны здесь. И каждый раз все больше и больше людей прибавляются. И также люди участвуют, каждый по своим силам. В обустройстве вот этой территории. Кто-то цветы посадит, кто-то подсвечники пожертвовал. Продолжается масштабная реставрация главного соборного храма Донской столицы. По благословению главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, создан экспертный совет по реставрации и восстановлению художественного облика Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Совет учрежден в связи с необходимостью контроля и экспертной оценки выполняемых проектных и ремонтно-реставрационных работ в кафедральном соборе, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения. Петр Колобаев уверен, в деле строительства и реставрации все начинается с песчинки. В прямом и переносном смысле. Этот песок на Дон привозят с Волги. У него подходящая фактура для тонкой декоративной работы. Все начинается с малого. Чтобы получилось хорошо большое, великое, нужно начинать с малого. И контролировать. Практически на каждом этапе у нас жесткий контроль идет. А вот этот же песок как базовый материал для воссоздания фасада. Площадка – Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Более 10 лестничных пролетов по строительным лесам. 40-метровая высота. Бригады реставраторов трудятся над воссозданием первоначального облика храма. Основная цель – увидеть его таким же, каким во второй половине XIX века он, по замыслу великого петербуржского архитектора Константина Тона, предстал перед взорами жителей Донской земли. Ключ к этому – декоративный элемент. Архитектурный уже декор придет такую некую индивидуальность каждому храму. Он уже перестает быть как бы типовым таким, оставаясь при этом типовым. Но он уже получается индивидуальное, скажем, свое какое-то представление окружающему миру. И по этому декору уже можно определять, где этот храм находится, чей храм, кому он посвящен. То есть декоративные элементы, они как раз формируют индивидуальность каждого храма. Конструктив, то есть здание самого храма и декоративные элементы. В завершенном виде – почерк Константина Тона. На данный момент происходит ювелирное воссоздание деталей. Слой за слоем накладывается материал, чтобы выполнить старинную аркатуру. То есть ряд декоративных, так называемых «мнимых арок» на фасаде собора. Реставрируются колонны. В их основе старинный кирпич. Мастера, где это возможно, максимально сохраняют изначальную основу, как и во времена первых лет возведения собора. Тот архитектурный декор, который существовал при Константине Тоне, мы эти исторически сохранившиеся фрагменты брали, так называемые, обломы, срезы. И по ним по миллиметровке выводили на бумаге все размеры габаритные. И переносили их тогда уже на непосредственное дерево, из которого делали уже шаблоны и обивали железом. И таким образом, вот циркульная такая вот тяга получается, мы изготавливаем сам корнис. То есть получается идеально ровная поверхность. Главные условия реставрации – прочность и долговечность материалов, а также высокое качество выполняемой работы. Речь идет о памятнике духовной культуры. Оттого и материя имеет особое значение. Стена с декоративными элементами, такая углавая пиляста получается, обтягивается специальной сеткой, которая не гниет, практически на века здесь будет сохраняться. Делается предварительный облеск для того, чтобы заполнить швы и связать основной слой с кирпичной стенкой. Целостность мельчайших деталей и целостность всего облика фасада. Таким образом, со временем собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 19 веке, действительно будет иметь первозданный вид, каким его и задумал гениальный автор столичного храма Христа Спасителя. В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка известного скульптора и художника Михаила Шемякина. В экспозиции выставки можно увидеть графические листы из известных серий «Карнавала Санкт-Петербурга», «Чрева Парижа», иллюстрации книги «Звери» Святого Антония. Портреты, а также альбом с литографиями, посвященными стихам Владимира Высоцкого и другие произведения художника, выполненные в разных жанрах, их техниках, графического искусства. Выставка включает уникальные фотографии, в том числе из Пскова-Печерского монастыря, где Михаил Шемякин проходил иноческое послушание. На открытии в Музее изобразительных искусств побывала Екатерина Рачкова. Один из самых загадочных художников 20 века. Ростовскую выставку Михаила Шемякина составили работы разных лет из частных коллекций. Здесь представлены живопись, графика, литографии, примеры, скульптур и фото самого автора. Организаторам действительно удалось продемонстрировать масштаб личности художника. Он, конечно, сочетает в себе и мистику, и гротеск, и таинственную игру, и смех, и иронию, и в то же время абсолютную серьезность. Это очень сложно сочетать в работе, вот все это то, что вмещают работать. Другое дело, кому нравится, не нравится работать, но не много наставить равнодушия. Метафизика Михаила Шемякина как следование традиций. Он несет в своей памяти Босха и Брейгеля. Его достояние – наследие и русской литературы. На первый взгляд смешной, но при ближайшем рассмотрении предельно трагичный Николай Гоголь. А также Салтыков Щедрин со своими страшными куклами города Глупого. Таинственный карнавал или картина страшного мира? Цикл – карнавалы Санкт-Петербурга. А вот загадочные работы под общим названием «Чрево Парижа». Что это? Ассоциации или иллюстрация жизни? Искусство как сокращенное в произведении вселенная. Искусство как воплощение, а не как маска. Это значит, что даже самые неясные, таинственные образы говорят нам о чем-то знакомом. О самой реальности. На выставке фото Шемякина разных лет, которые тоже, кажется, часть художественного замысла. Жизнь как творчество в портретах дружбы Шемякина и Высоцкого. Тут же графические иллюстрации к песням Владимира Семеновича. А это уже пространство самого русского мира и место бытия человека. Впрочем, Шемякин всегда в первую очередь говорит о человеке. Эти серии, они как бы продолжаются и живут в пространстве и во времени. Они не закрепощены, как обычный жанр, жанровый сюжет, допустим. Вот человек пришел, вот он сел на работе, вот сидит от работы, пришел и так далее. А эти вещи, они общечеловечные. Здесь проблемы нашего бытия, нашей жизни, с чем мы сталкиваемся. Картины представлены без названия. Называть образы предложено зрителям. В конце работы выставки даже будут подведены итоги. В отсутствии у некоторых картин имен принцип работы самого художника. Все, что он хотел сказать, в его работах. А свое понимание прекрасного он выразил в начале своего творческого пути. Бог есть основание красоты. Огромные роли дают определенные ключи, определенные имиджи, определенные какие-то формы. Наверное, это то, что сам Шемякин в 67-м году со своим другом Владимиром Ивановым назвал метафизическим синтетизмом. Знаменитая его работа, философский его трактатик. Кто читал, кто, наверное, запомнил очень яркие цитаты оттуда. Также, как наличие огромного количества цитат из святого Дианисия Репагита. Одного из самых мистических и непонятных христианских авторов, который явился начальником так называемого апофатического богословия, или таинственного, невысказного. Выставка циклов Михаила Шемякина будет доступна до 31 августа в Ростовском областном музее изобразительных искусств. На этом наш выпуск завершен. Подробности доступны на сайте Ростовской на Дону епархии, ростовепархия.ру, на сайте телестудии Дон Православный, донправтв.ру, а также на медиапортале Донской Метрополии, dmdefisportal.ru. Мы с вами увидимся на следующей неделе. В студии были Марьяна Баштовая и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи. Нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум». Здравствуйте, друзья. В продолжении темы выставки Михаила Шемякина, которая прошла в Ростове, хотелось бы сказать несколько слов о самом Михаиле Михайловиче, об одном из его произведений и об искусстве в целом. Драматург Генрик Ипсон, основатель новой европейской драмы, как-то сказал, что единственным основанием для творчества является содержательная жизнь. С этим у Михаила Михайловича все в порядке. В 18 лет его изгоняют из художественной школы при Институте Репина, так как его взгляды не соответствовали нормам социализма. Не смог он надолго задержаться в Псково-Печорском монастыре, где проходил послушание у знаменитого архимандрита Олипия. Ему также не дают поступить в Ленинградскую духовную семинарию, куда он подает документы. И в конце концов молодой человек устраивается чернорабочим в Эрмитаж, получив единственную возможность оттачивать свои навыки, копируя картины великих художников. Но все-таки настоящее злоключение начались после 1967 года, когда Шемякин пишет небольшой философский трактат «Метафизический синтетизм». Вот послушайте лишь один отрывок из этого опуса. «Бог есть основание красоты. Искусство — это пути красоты, ведущие к Богу. А художник должен всегда быть устремленным к Богу. Степенью веры определяется мощь и жизнеспособность стиля». Это лишь первая строчка метафизики, которая, напомню, была написана в советском 67 году. Добавьте сюда то, что почти в каждой странице цитируется Евангелие и Святой Дионисий Арипагит, и вы поймете, что в то время могло статься с автором подобных строк. И сталось. Михаил Шемякин был приговорен к принудительному лечению в психбольнице. И был ему поставлен классический диссидентский диагноз. Велотекущая шизофрения. И ежедневно обкалывали инсулином. И угроза посадки. И никакой надежды. И просто чудом можно назвать то, что матери все-таки удалось вызвать сына из этого ада. А вскоре его просто выдворяют из страны. Так что на 28 лет пребывания Михаила Шемякина в Советском Союзе в содержательной жизни, о которой говорил Ипсон, ему хватило с лихвой. Сейчас Михаил Шемякин много работает в России. Иллюстрирует книги, оформляет спектакли. Но вот, пожалуй, самое заметное – это его памятники. Я видел многие его скульптуры от Нью-Йорка до Санкт-Петербурга. Но вот больше всего мне запомнилась та, что стоит на Болотной площади в Москве. Памятник называется «Дети жертвы пороков взрослых». Скульптурная композиция представляет собой двух детей – мальчика и девочку, которые на ощупь пытаются куда-то двигаться. Глаза их завязаны, а между ними лежит мячик и книга. Но самое страшное находится вокруг детей. Их окружают омерзительные фигуры 15 пороков, выполненные абсолютно в гоголевском стиле. Наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лженаучность или безответственная наука. Равнодушие, пропаганда насилия, садизм. Фигура, символизирующая позорный столб для тех, кто без памяти. Эксплуатация детского труда и, наконец, нищета и война. Ну, разве это не иллюстрация к тому, что мы ежедневно встречаем в жизни? Разве это не то, что дети видят на улице, дома, на экране телевизоров, с обложек красивых журналов, даже в школе ежедневно? А брошенный мячик, а книга? Разве это не символы того, что дети уже разучились играть во дворе, и даже с домашним чтением у них проблема? Тем более странным кажется реакция некоторых критиков этого памятника, в том числе и некоторых православных, мол, эта композиция сильно бьет по психике детишек. Так пусть лучше их это бьет. Пусть каждый из этих пороков навсегда останется в их памяти в виде уродцев и кошмаров, чем в виде неразлучных спутников. Пусть негатив и отвращение к этим порокам будут их основным инстинктом. А разве то, что они ежедневно вынуждены встречать подобные пороки в своей жизни, меньше их ранят? Вот что, у нас с улиц всюду исчезли интим-салоны? Похабная реклама? Или пьяница? Или грязь? Или хамство? Или реклама наркотических средств в виде солей и спайсов? А может быть сейчас все же не время чистоплюйствовать, и подобные памятники должны стоять в каждом дворе, чтобы не только красоту изображать красивой, но и уродство изображать уродливым? А надо сказать, что сейчас как раз таки с этим большая проблема. Ведь порок очень красиво упакован. И поистине иронии судьбы можно назвать то, что данный памятник стоит именно на Болотной площади, учитывая политический контекст этого места. Вот разве у нас в стране нет сил, которые наркоманию называют свободным выбором каждого, как в Голландии? Или проституцию современным демократическим завоеванием, как во Франции? Или лжеученность альтернативным взглядом на вещи? А насилие и садизм нормой? И как символично, что именно в самом центре этой композиции состоит самый высокий идол, закрывающий свои глаза, уши и рот. И называется он порог равнодушия. Тут уж просто и добавить нечего. Все выстроено, как у святых отцов, где равнодушие – это смерть души, которая ни тепла, ни холодна, словно ладыкийская церковь. Недаром же у Данте Алигьери в божественной комедии, когда описываются круги ада, самые жаркие уголки оставлены для тех, кто во время величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. Так что при всей экспрессивности и, вероятно, даже психологическом стрессе, это потрясающий памятник настоящего мастера. Ведь и передать этот памятник призван не сказку о белой лебедушке, а страшную правду о нашей жизни, где все перевернуто с ног на голову, точно в гоголевских пьесах, и больше всего от этих перевертышей страдают дети. Не спорю, в чем-то Шемякин сложный автор. К смыслу некоторых его произведений нужно буквально пробиваться, но это автор, который исповедует наши принципы, наши ценности, традиционный взгляд на мир. А благодаря тому, что он умеет доносить свои взгляды до современного зрителя, его слушают массы, его знают во всем мире, его чествуют как великого русского художника и скульптора. И если у России не будет таких Шемякиных, то судьба нам остаться в истории современной культуры с Гельманом, Терраганьяном и Павленским Столоконниковой. И тогда пороком взрослых будут ставиться всем другие памятники. И поверьте, очень скоро. Так что в постскриптум лишь добавлю сильнейшие слова, сказанные когда-то митрополитом Меркурием Юрию Шевчуку и потрясшие последнего до глубины души. Лишь то искусство достойно времени, что говорит о вечном. А от себя добавлю, о вечном можно говорить по-разному, лишь бы не умолкать. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин